Каждый такой автомобиль оснащен необходимым оборудованием, в том числе кислородом, а это спасенные жизни. Комплектация 20 новых машин обеспечивает максимальное удобство врачам при транспортировке пациентов и оказании медпомощи. В период пандемии загруженность скорой возросла в несколько раз, потому пополнение автотранспорта было крайне необходимо. Конечно, пополнение автотранспортом, как я говорю, позволит нам увеличить, опять же, с помощью наших бригад, люди будут работать еще больше, получается. Но в любом случае мы сможем приехать на эти неотложные вызыва, которые 80% составляет, чуть-чуть быстрее. Я считаю, что это очень важно, потому что даже 5 минут для человека, который ожидает помощи, эти 5 минут кажутся как целая вечность. Преимущество новых машин оценили и сами водители. Вячеслав Котляренко работает в скорой уже 4 года. Говорит, помогать и спасать людей стало делом его жизни. Автомобиль оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи, в том числе и экстренной, если вдруг какая-то нештатная ситуация при госпитализации пациента возникает. Все, мы окажем, доставим до стационара, как положено. В Самарской области работают 4 станции скорой медицинской помощи и 19 отделений в составе центральных городских и районных больниц. Скорую медицинскую помощь оказывают 692 общепрофильные бригады, при этом 204 из них работают в круглосуточном режиме. Более 5300 человек трудятся ежедневно, спасая человеческие жизни. Особую благодарность врачам за их труд выразил губернатор Дмитрий Азаров. В период, когда мы каждый день фиксируем прирост страшной новой болезни, новых штаммов, конечно, на скорую медицинскую помощь ложится колоссальная нагрузка. Спасибо вам, спасибо всем медикам, водителям, спасибо за ваше высокое служение. Пусть эти машины, конечно, также будут важным, нужным инструментом в вашей работе по спасению жизни людей. Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи региона направлено в первую очередь на сохранение жизни людей, снижение смертности и повышение доступности первичной помощи. Как отметил глава региона, системная работа по закупке медицинского транспорта ведется последние три года. Парк автомобилей скорой помощи в области уже обновлен практически полностью. Мэри Илчан, События.